Всем привет! Смотрите, что у меня на обзоре. Это Canon R10, причем упаковка такая же здоровенная, как и для R7. Сейчас я вам покажу, что находится внутри. Внутри находится адаптер для EF-объективов. Напомню, кстати, по поводу адаптера, потому что, когда я сделал обзор на Canon R7, мне опять задавали вопросы, а если одеть там 16-17-55, а если одеть там, не знаю, 51-8 EF, а будут ли они работать с R7? Я вам отвечаю, вот этот адаптер специально для этого нужен. Любая Canon оптика будет отлично работать на новых беззеркальных камерах. То есть я про Canon R это говорил 3 года, и теперь, наверное, надо еще 3 года говорить, чтобы мне наконец поверили, что то же самое у вас будет с R10 и R7. Достаем коробочку с R10, смотрим, что у нас внутри. Адаптер я убираю, с ним все понятно. Кстати, у меня есть отдельное видео про адаптеры для Canon и про Speedbooster от Canon. В общем, там все подробное, ссылочка будет в описании. А здесь у нас есть такая премиальная фишка, как зарядка. Смотрите, у нас есть зарядка для фотоаппарата. Еще раз скажу, что Fujifilm не считает нужным никаким своим камерам класть зарядку, и это отстой. Но Canon, конечно, покруче по комплектации. У нас есть ремешок красненький средней толщины, то есть такой, ну не супер профессиональный, но, в общем-то, неплохой. Батарея LPE-17 и вот сама камера Canon R10. В данном случае она идет в комплекте с объективом 18-45, то есть R7 я тестировал с 18-150, но к этой камере тоже есть комплектация с 18-150. Очень хороший ультра-зум. То есть здесь стандартный компактный зум-объектив. Диафрагма у него не постоянная, 4,5, 6,3. То есть на этот объектив спокойно можно будет снимать на улице или в светлых помещениях. Если снимать при слабом освещении, с этим объективом это будет не очень. Причем особенность объектива, но на EFM было то же самое, это у Nikon есть вот эта боль. Для того, чтобы начать пользоваться, его нужно выдвинуть, и вот тогда он начинает зумировать. При зумировании он чуть-чуть туда-сюда двигается. Кольцо зумирования двигается очень легко и плавненько, что будет особенно приятно для видео. Но у него есть парковочное состояние. То есть когда вы его переносите в выключенном состоянии, он маленький. Чтобы начать снимать, нужно сделать вот это вот движение. Так вот, на данный момент в магазине Vice Photo, где я сейчас нахожусь, кстати, они переехали, сейчас находится в фотостудии InLight. Тут по новому адресу в Киеве. На тестовых фото вы увидите, где он находится. Так вот, на данный момент в магазине комплектация с китовым объективом 18-45 и с переходником для EF-оптики. При этом цена практически рекомендованная. Так же, как и с Canon R7, что реально прикольно. И напомню, это абсолютно белая официальная камера, там с гарантией, в общем, все как положено. Далее, что касается самой камеры. Легкая, маленькая, шершавый пластиковый корпус. Напомню, внутри сплав из магния, именно шасси, вокруг которого это все держится. Но в руках вы чувствуете пластик. Такой же шершавый, как у современных R6, R5. Говорят, легко царапается. Ну, смотря, как обращаться с камерой. Потому что мой R5 не сильно царапается. Я сейчас себя снимаю на Canon R5. Но он у меня китайский серебристый. Это его защищает. В принципе, китайским серебристым можно сделать любой фотоаппарат. Что мне понравилось в этой камере, сейчас вот я включу. Я просто уже в нее посмотрел. Что здесь очень приятный видоискатель. Ага. Вот в таком положении он мне даже ничего не показывает. Говорит, установите объектив в положение для съемки. Вот это раздражает. Поставили в положение для съемки. Фокусируется вообще прям очень-очень быстро. Хотя я сейчас снимаю против света. И там темно, куда я сейчас навожу. Но что я хотел сказать, что видоискатель прикольный. То есть, относительно Canon M50 эта камера, это большой апгрейд. На M50 у меня были обзоры. И M50 видоискатель, конечно, яркий и хороший по качеству. Но он очень маленький. То есть, там он как бойница практически. В M50, ну, видоискатель, ну, вы скорее будете снимать по экранчику, чем по видоискателю. То у этой камеры видоискатель проапгрейдили. То есть, он реально покруче, чем у M50. Ну, покруче, в первую очередь, за счет того, что он побольше. Также у камеры большая рукоятка. То есть, ну, в плане хвата плюс-минус так же, как и R7. Очень удобно дрожать в руках. Можно цеплять оптику побольше. То есть, камера, ну, Canon с удобной большой рукояткой. Потому что тот же M50, там есть рукоятка, но не такая большая, как здесь. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению кнопочек, менюшек и все остальное, крупным планом покажу эту камеру, я хочу сразу же ответить на вопрос, чем она отличается от Canon R7, которая стоит примерно в полтора раза больше. Во-первых, здесь матрица на 24 мегапикселя, там на 33. Но я бы на этом не зацикливался, что там больше мегапикселей. Потому что для кроп-фотоаппарата эти мегапиксели, ну, 24 предостаточно на самом деле. Но главное отличие в видео. Смотрите, обе камеры умеют снимать условно-длинное видео, потому что видео здесь не бесконечное, а 2 часа записи беспрерывной. Но это на самом деле немало. То есть, скорее всего, ну, если вы будете писать в 4К, то 2 часа – это карта на 128 гигов. Ну, короче, пишет долго, без лимита на 30 минут. Точно так же, как и R7. При этом эта камера тоже дает резкое 4К. То есть, можно свободно покупать для записи интервьюшек. У вас будет хорошая объемная картинка. Но в чем отличие? Здесь нет лог-профиля, нет матричного стабилизатора. И здесь 4К60 есть, но в кропе. То есть, Canon R7 4K60 без кропа со всей матрицы. Здесь с кропом. Чуть-чуть позже я проведу тесты. Кроп на кропе – это не сильно прикольно. Но зато здесь этот режим 4К60 идет с оверземплингом за счет вот этого кропа. Вот так интересно. То есть, на R7 идет со всей матрицы, но не такое резкое. Там идет без оверземплинга. А здесь с оверземплингом, но с дополнительным кропом. То есть, вот режим 4К60, он здесь специфический. Опять же, если он нужен. Если вы хотите писать интервьюшки, то без него можно отлично обойтись. Точно так же, как и без лог-профиля, который на R7 мне не сильно понравился, потому что он довольно шумный. Ну и матричный стабилизатор. В этой камере его нет. Причем я сейчас вижу, что люди так наслушались про этот матричный стабилизатор, что думают, что без него нельзя ни фотографировать, ни снимать видео. Это чушь полнейшая. Во-первых, здесь у большинства объективов на Canon есть оптическая стабилизация. То есть, я вам покажу, я с рук поснимаю на этот объектив. Плюс к оптической есть еще и электронная стабилизация. То есть, вы можете на эту камеру снимать с рук. Просто с этой камеры вы не сможете ходить, как я показывал в обзоре на R7. Там прям можно двигаться, перемещаться. Тут вы сможете делать панорамирование и снимать камеру, держа в руках, но не ходить при этом. То есть, вот такое ограничение по перемещению с камеры. Но, тем не менее, здесь все равно есть стабилизация для видеосъемки. Ну а для фотосъемки матричный стаб на самом деле штука, ну, в некоторых ситуациях она, конечно, помогает, но ничего принципиального не делает. То есть, фотографировать без этого сказочного матричного стаба можно отлично и вообще не париться. То есть, на самом деле, R10, я считаю, что по соотношению цена-деньги сейчас это очень крутая камера. То есть, она для многих, я думаю, будет даже интереснее, чем R7. То есть, R7 это такая кроп уже с максимум наворотов. Ну, почти с максимум, потому что есть еще Fujifilm X-H2S. Там наворотов еще больше. R7 это самый навороченный Canon среди кроп-камер. То R10 камера самая сбалансированная и самая вменяемая за свои деньги. То есть, здесь, по сути, уже все есть. Здесь самая главная прорывная инновация для Canon это резкая 4K 24 и 30 кадров в секунду. То есть, резкая 4K, причем, ну, почти без лимита на запись. Два часа это немало. Знаете, так в начале обзора я вам уже все и рассказал. То есть, камеры годные, мне очень нравятся, например. Ради интереса я сейчас взял свой Fujifilm X-S10, который по весу, ну, мне кажется, чуть-чуть самой малость тяжелее. Ну, плюс-минус то же самое. Но отличие X-S10, которое чуть-чуть дороже, чем Canon. У X-S10 есть сказочный матричный стаб. Но X-S10 корпус металлический. То есть, если здесь вы ощущаете шершавый пластик, то у X-S10 вот это все металл. Вот это пластиковая накладка, но она не шершавая, она рифленая такая. То есть, корпус у R-10 ощущается более дешевым. Хотя, знаете, мне все равно кажется, не такой дешевый, как у Canon RP. Потому что Canon RP это камера, которая полный кадр, в общем-то, неплохой, но ощущается на 500 долларов, когда вы в руки берете. То эта штука, ну, вполне приятная. Здесь прорезиненная такая вот поверхность с этой стороны. То есть, у Fujifilm она более жесткая. Но сам корпус, вот здесь пластиковый Fujifilm, металлический и холодный. То есть, вы это ощущаете. А так, а, ну и объектив здесь более широкоугольный. 15-45, а здесь 18-45. Но R-10 даже в чем-то круче, потому что, хоть и с кропом, но умеет снимать 4K-60. А X-S10 4K-60 не умеет писать вообще. И, кстати, R-10 умеет писать видео 4K 10-bit 4.2.2, но в режиме HDR-PQ. HDR-PQ это профиль для отображения на телевизорах, которые поддерживают эту технологию. То есть, это профиль не под подкрас, а под демонстрацию на специфических устройствах. То есть, в X-S10 есть полудохлый лог-профиль в 8-битах, что как бы не так круто. Fuji тяжелее настраивать, более капризные. Canon более удобные, более простые в управлении. Но в данном случае этот Canon еще и дает 4K резкое видео, потому что до этого это был камень преткновения. M50, M6 Mark II, ну все предыдущие Canon с кроп-матрицами. С 4K были нюансы. То теперь с линейкой R-10 и R-7 с 4K нюансов нет. Итак, давайте посмотрим на камеры вблизи. Еще раз смотрите, какая здоровенная рукоятка. Практически как полубъектива выглядит эта рукоятка. Сбоку у нас разъемы micro HDMI маленькие, USB Type-C, через которые можно ее и заряжать. Микрофон и наушники. То есть, все, что необходимо, все здесь есть. Впереди видно вот это характерное прорезиненное покрытие такое, довольно приятное на ощупь. Вот с этой стороны. То есть, здесь она прорезиненная. А вот там, где здесь тоже прорезиненная. А вот эти поверхности, вот они пластиковые. Вот эти вот чистейший пластик. У Canon R-10 такой же новый мультифункциональный горячий башмак, который поддерживает новые вспышки Canon EL5 и EL1. То есть, эти вспышки на старые Canon уже нельзя надевать. То здесь модный башмак, который и новые аксессуары поддерживает, не только вспышки, и старые. Далее, по кнопочкам. У этой камеры есть джойстик. Смотрите, то есть, камера уже почти профессиональная. Если есть джойстик, это плюс 50 к профессионализму. Но здесь нет колесика. То есть, вот это колесо управления такое же, как у M50, упрощенное. На самом деле, мне оно не сильно нравится, потому что довольно маленькие вот эти кнопочки на нем. Но джойстик. Джойстик все компенсирует. Есть еще колесики. Одно под большим пальцем, одно под указателем. То есть, в плане колесиков мне очень нравится. Но нету кнопочки ISO, увы. Зато есть кнопочка Multi-Function. Очень удобная на всех беззеркальных Canon. Отсек для батареи совмещает себе и слот для карт памяти. При этом, крышечка, на мой взгляд, довольно хлипенькая. То есть, вы когда открываете, она так болтается. То есть, когда закрываете, нет люфта. Некоторые люди говорили, что в RP есть люфт, если сюда нажимать. Люфта нет. Именно в открытом состоянии ощущается такой себе. Когда закрываете, уже нормально. Выключу камеру. Еще один нюанс. У R10 здесь нет шторки. То есть, у R7 закрывается шторка, когда камера выключена. Шторка, которая закрывает матрицу от пыли. И на самом деле, это очень полезная штука для беззеркалок. При смене объективов очень легко попадает пыль на беззеркалках. Здесь этой функции нет. Кстати, еще раз обращу внимание, что байонет здоровенный. Это рефбайонет полнокадровый. А матрица маленькая, кропнутая. И получается много незанятого, просто закрытого пространства внутри байонета. И еще на объектив посмотрим из серии китовая затычка с пластиковым байонетом. Простенький, но легкий, компактный. Кстати, вот на такие объективы отлично можно снимать любую предметку. Для предметной съемки китовый объектив просто отлично подходит. Когда мы включаем камеру, она начинает ругаться, что нужно установить объектив положения для съемки. И мы сейчас это сделаем. Вот. Устанавливаем. Заходим в менюшку. Что нам предлагает? Выбрать размер JPEG файлов. Можно уменьшить RAV. Есть сжатый и обычный. В этой вкладке все то же самое, что и в остальных канонах. Можно снимать HDR. Вот HDR. Это HDR для фото. Это HDR для видео. Я заснял короткий фрагмент в этом режиме. HDR PQ. Видео. Ну, учитывая то, что уже смеркалось, особо видно, нет разницы от обычного видео. То есть нужна контрастная погода, чтобы это было заметно. Но это не лог. Имейте в виду. Кстати, по поводу управления вспышкой, забыл сказать, в отличие от R7, здесь есть встроенная вспышка. И в некоторых ситуациях она оказывается очень полезной. Ведущее число 6. Идем дальше. У нас есть художественные фильтры, куча всякой фигни. То же самое, кстати, на 90D показывал. Но на самом деле, чтобы поиграться, штуки интересные. То есть не стоит игнорировать, если вы только купили фотоаппарат. Попробуйте. Это прикольно. Поехали дальше. Мультиэкспозиция. Здесь есть брейкетинг по фокусу. Таймлапс фотосъемки. Функция бесшумного спуска. То есть здесь можно, смотрите, можно включить электронный задвор и снимать. Если это вам, допустим, в театре нужно снимать, чтобы не было слышно. Есть такая возможность. Потому что, например, у Canon RP и Canon 50 эта функция имеет ограниченный режим использования. Далее, смотрите, есть здесь менюшка для стабилизатора. Но этот стабилизатор, это оптические в объективе. Просто они вынесли его в менюшку. То есть я так понимаю, что Canon будет отказываться от кнопок на объективах. Видно, что на этом объективе нет никаких переключателей. Они это переносят так же, как и другие производители, в менюшку. И на самом деле мне это не нравится. То есть когда на объективах были кнопочки, это было удобно. И обычно в этой менюшке, ну обычно, имея в виду R6, R5, даже R7, вот этот пункт отвечает за стабилизацию матричную. То в этой камере это оптическая стабилизация, ну с конкретно этим объективом. Плюс цифровая. Но цифровая это для видеосъемки. Интересно, что в фото меню они добавили настройки видеозаписи. То есть если вы в фото режиме нажмете на кнопочку записи, то вот здесь быстренько можно решить, что он будет снимать. Full HD или 4K. Куча настроек автофокусов, в которые я никогда не залезаю. Единственное, что я вам хочу показать, новое у этой камеры, это гибкие зоны. У R7 они тоже есть. Я зайду сейчас через Quick Menu, через кнопочку Set. То же самое, просто отсюда, чтобы удобнее было показывать. И заходим в этот автофокус по гибкой зоне. И что мы можем делать? Мы можем вручную изменять размер квадрата фокусировки. Я вам скажу, что эта функция не у многих производителей есть. То есть это на данный момент, можно сказать, инновационно. И для некоторых задач это удобно. То есть подправить квадрат фокусировки, сделать его именно таким, как вам удобно, такого размера. Например, вот поменьше, побольше, соотношение сторон, какой захотите. На предыдущих Canon'ах такого нет. Все остальные вкладки, в общем-то, то же самое, что и на других моделях. Не вижу смысла на этом долго останавливаться. Давайте перейдем в режим видео. Покажу вам настройки по видео. Заходя в видеорежим, смотрите, что интересно. Здесь по части экспозиции есть полностью автоматический режим, полностью ручной режим и режим HDR. Но вот в этом эта камера совпадает с M50 и Canon R6 I и Canon RP. То есть на видео у вас ограниченное количество режимов экспозиции. В этом, кстати, R10 уступает R7. Там в видео есть режимы AV-TV. Здесь нет. Здесь у вас есть или полный автомат, или ручной режим. Давайте посмотрим, что можно менять в ручном режиме. Мы можем менять выдержку, можем менять диафрагму и можем поставить ISO или какое-либо значение, или автоматическое. Далее, режимы видеосъемки. Причем здесь они все занесли сразу же в одну менюшку. У этой камеры нет бесполезного режима All-I, битрейт, который некуда девать. На эту тему у меня было отдельное видео. Здесь у нас есть по битрейту два варианта. Стандартный APB и сжатый APB, приоритет размера. Который сжатый, в принципе, при многих ситуациях вы разницы не увидите, зато экономит место на карте в два раза. Я сейчас ставил в камеру карту на 128 ГБ. И обратите внимание, в обычном 4К он может записать 2 часа 11 минут, в сжатом 4 часа 22 минуты. То есть в два раза вы можете получить больше времени записи. И, кстати, это видео, которое сейчас пишется, я пишу на R5, вот в этом приоритете размеров. То есть посмотрите, есть там какая-то разница или нет, какие-то артефакты и так далее. Как правило, разница незаметна, но вы экономите место. Далее, вот у нас 4К кроп 60 кадров в секунду. Вот этот дополнительный режим. Но в 60 кадрах в секунду, вот в этом режиме, я бы не рекомендовал ставить приоритет размера. Тут лучше писать уже в стандартном APB, потому что для большего количества кадров нужен выше битрейт. И в Full HD, смотрите, 60 кадров в секунду. 24 кадра, 30 кадров в секунду. И можно включить отдельный режим 120 кадров в секунду. Стабилизация, опять же, оптическая, цифровая. У нас есть зебра. Раньше в канонах не было этого инструмента. То есть зебра позволяет вам посмотреть, как вы настроили экспозицию. Если вы в ручном режиме настраиваете, чтобы не было пересвета, зебра помогает это увидеть. И на видео тоже есть эти гибкие зоны, которые можно регулировать по размеру. Если снимать с автоматической фокусировки по всей зоне, то можно выбирать люди, животные, транспорт или ничего. И еще снаружи здесь есть лампа подсветки автофокуса. Сейчас в последних вспышках своих канон уже не вставляют инфракрасную подсветку, потому что эта подсветка встраивается в камеры. То есть за счет этой подсветки камера при фотосъемке будет очень хорошо наводиться в темноте. Ну, в частности, если вы снимаете при слабом освещении, лампа подсветки фокусировки это очень полезно. Итак, провожу тестовую съемку на Canon R10 с объективом 18-45, снимаю с рук, оптическая стабилизация работает. Вы видите сейчас вход в здание, где находится магазин ВС Фото. Комната 103, если что. Вот, сделаю небольшое панорамирование. Сейчас я снимаю в полностью автоматическом режиме. Сейчас сделаю зуммирование. Зуммируем на 18 градус. 18 миллиметров, 45 миллиметров. Видно, что яркость подстраивается, но картинка, как по мне, так окей. Но я сейчас не вижу на компьютере. В общем, сами посмотрите. Сделаем небольшое панорамирование. Еще раз полностью автоматический режим. Автофокус, экспозиция, все снимается на автомате. А сколько у нас ISO? А я не вижу, сколько у нас ISO. Просто еще разочек подзумим. Посмотрим. Ну, вот сейчас по веточкам, кстати, можно будет оценить 4К с оверземплингом. Какое оно там, супер резкое, не супер резкое. И отзумлю назад. Напомню, это снимается срок. Для тех, кто думает, что только матричный стабилизатор может снять вам картинку без дрожания. Вот, снимаю срок на китовой объективе 17.45 на Canon R10. Сейчас уже часа сколько? Четыре, наверное. Три-четыре. То есть не совсем светло на улице. И можно будет посмотреть, картинка шумная или не шумная. Но тест ISO, я думаю, я сделаю отдельно. И сейчас я могу во время съемки, допустим, я подниму ISO 1250. Сделаем зум чуть-чуть. Потому что мне лично интересно относительно Canon M50, подняли ли они здесь ISO. Потому что эта камера выглядит как замена для M50. Весьма здравая. Там 4К с кропом и без автофокуса. Ну, с номинальным автофокусом. Здесь у нас нет кропов 4К и есть автофокус. И давайте-ка мы ISO поднимем, ну, скажем, до 2000 нам придется, что нам придется, поставим выдержку 1 сотую, ISO 2000. Ну, судя по тому, что я вижу сейчас на своем телефоне, который у меня сейчас подключен, как на камерный монитор, картинка не сильно шумит. И поставим ISO 3200 и выдержку поставим, выдержку 1 сотую. Вот. Сейчас ISO 3200. Смотрим, что у нас происходит с детализацией, с шумами. Вот, мне кажется, здесь в районе этого дома что-то там шумит. В любом случае на экране это так выглядит. Как будто бы оно шумит там в тенях. Но веточки выглядят очень резкими. Давайте я сейчас наверх чуть-чуть подниму камеру. Напомню, ISO 3200 у нас. На M50 на ISO 3200 снимать, ну, очень плохо. На этой камере вроде бы нормально, но в компьютере будет виднее. И отзумим назад. Вот у нас 18 миллиметров. Я решил сделать тест Canon против Fujifilm. Сейчас и там, и там китовый объектив. То есть 18-45 и 15-45. И по поводу этих объективов скажу, что у Fujifilm мне нравится, что он более светосильный. То есть он 3,5, 5,6. И то, что он более широкоугольный. Эти 3 миллиметра реально ощущается. Это широкий угол. То у Canon 18-45 он не сильно широкоугольный. Но плюс его в том, что у него механическое зуммирование. Да, есть вот этот противный момент, что его нужно выдвигать. Но у Fujifilm вот этот младший кит, то, что он зуммируется электронно, не так удобно. То есть механический зум, это прикольный. Кстати, Canon на экранчике пишет точно показатель, сколько миллиметров в данный момент он снимает. Кстати, я не посмотрел, сколько там. У Fujifilm недостаток этого объектива, что вы не знаете точно свое фокусное расстояние. Но только при фотосъемке в экзифе можете посмотреть. Вы включаете, выключаете, он сам объектив заезжает внутрь. И так или иначе вы фокусное видите только на глаз. То у Canon вы видите конкретные показания. Причем как на шкале фокусных расстояний на самом объективе, так и на экранчике он это показывает. У Fujifilm какое там фокусное расстояние? Ну, я же говорю, только на фото в экзифе. А так непонятно. То есть вот в плане использования, вот такая, знаете, мелкая плюшка, что у Canon видно фокусное расстояние. Но сам по себе объектив у Fujifilm мне нравится больше. По резкости и то, и то очень резкие объективы. То есть тут придраться не к чему. Что мне сейчас интересно, что там с динамическим диапазоном. Потому что сейчас на меня светит тут неимоверно здоровенный зонт. Я, наверное, его отдельно подсниму. То есть мне тут еще раз в магазине Westphoto подогнали такой прибор. Ну, это очень большой зонт, такой крутой в общем. Но на меня светит очень много света, а сзади у меня темный провал. И это сделано специально, чтобы мы могли увидеть разницу в динамическом диапазоне. Потому что кропы от Fujifilm очень-очень неплохие по динамическому диапазону. Его там еще можно вытянуть. То есть я там в настройках сейчас ничего не трогал. То у Canon это стандартный профиль, контрастный минимум. По большому счету больше вы с этим ничего не сделаете. То есть R10 по настройкам для видео это камера, ну, типа взять и снимать. Но не про то, чтобы крутить гамуты, там, заниматься каким-то цветокором. Нет. Ну, в принципе, это неплохо. То есть вы больше будете сосредоточены на съемке, чем на ковырянии в камеры. Потому что Fujifilm это про ковыряние в настройках и про ковыряние в камеры. Но настройки, что касается цвета и динамического диапазона, там значительно больше. Но по цвету, вот мне кажется, судя там, потому что я вижу по экранчику, Canon, как всегда, тепленький такой цвет, ну, теплый, характерный, каноновский. А у Fujifilm более нейтральный. Хотя для этой съемки и там, и там я взял баланс белого по карте серого. То есть вы можете видеть, что и там, и там серый является серым. То есть баланс белого сейчас ровный и на той, и на той камере. Но Canon вот такой дает цвет, а Fujifilm вот такой. Но по детализации должно быть плюс-минус то же самое. Все те же камеры, все те же объективы, но ISO у нас не 640, а 2000. Для Fuji ISO 2000 вполне рабочая. То есть не сильно видно там шумы, потери детализации. На видео, да и на фото это рабочие ISO. Но Canon R10 пока что для меня темная лошадка, потому что предыдущие кропы Canon. На ISO 2000 это уже сказывалось на изображении. То есть на M6 Mark II или на M50 2000 я бы не назвал рабочими. И ну как на фото, так и на видео. Там не очень они тянут. На R10 посмотрим. То есть сейчас понятно на экранчике фотоаппарата я не вижу. Но мне кажется все должно быть нормально, потому что тут уже новые технологии обработки видеоизображения. Опять же оверземплинг, новый процессор. И ну и все такое, как говорится. Я решил не мелочиться и поднял ISO до 5000. То есть мы медленно идем к кинодельческим ISO, как на камерах Sony. То есть чем выше ISO, тем лучше кино. Но это знает любой кинодел. Ну пока что еще не суперкиношное, но все-таки ISO 5000 это уже серьезно. И посмотрим чем же оно отличается. Напомню, что как правило, это практически на всех камерах, в светлых участках все нормально. Самая печаль происходит вот там вот в тенях. Там должно шуметь. Но на Fuji, думаю, неплохо все. Я уже про эти камеры говорил, все тестировал. Посмотрим, что на Canon R10, на ISO 5000. Мне очень интересно на самом деле, что же там будет при таком значении ISO. И сейчас я сделаю еще последний видеотест. Я сравню Canon R10 с Canon R5. Единственное, что мне придется это снимать последовательно, потому что у меня нет двух одинаковых объективов. Я прицеплю блинчик 40 мм сначала на R10, потом на R5. Такой вот замечательный объектив. 40 мм 2,8. Очень классный. Ну, в основном на полный кадр классный. Ну и на кропе он тоже хорошо себя ведет. В общем, сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Снимаю себя на R10 и 40 мм через адаптер. Через мой адаптер. То есть адаптер, который идет в комплекте с камерой, вот он остался. То есть, ну, можно любой адаптер цеплять. А здесь у меня Fujifilm. И такое извращение вы увидите только на моем канале Legos Photo. Это Canon R5 и кропнутый 18-45. И эта тема работает. Причем, мне интересно, будет ли R5 материться, что ему нужно установить объект в положение для съемки. Да, будет. То есть R5 дружит с этим объективом точно так же, как и R10 и R7. Зачем, непонятно, но дружит. Можно снимать видео, фото. Ну, кстати, фото 18 мегапикселей дает с кропнутой оптикой. Неплохо так балансируется и смотрится органично. Так что, как кит, вообще не понимаю, что они не добавляют. Вариант китов вот на R5 18-45. Тоже уж объектив снимает. Все нормально. Камеру мне, естественно, пришлось поставить подальше, потому что это уже, ну, в эквиваленте получается как 60 мм. И сейчас я поменяю, поставлю то же самое на R5 и тоже в кроп режиме, чтобы сравнивать было честно. И потом это изображение сделаю пополам. Теперь съемка ведется на Canon R5. Вот в руках у меня R10 с того же места, с тем же объективом. Бакешки там сильно не наблюдается с такого расстояния. Но, опять же, 40 мм 2.8 – это не сильно про бакешку. Хотите бакешку? Паутинник 1.8 – самый простой бюджетный портретник вот для этой камеры, и все будет нормально. А то кто-то в вопросах спрашивал, а подойдет ли RF 51.8 на Canon R10. Знаете, меня поражают такие вопросы, когда люди спрашивают про RF-объективы, которые цепляются даже переходника. Вот, RF-объектив сюда. А будет ли он работать? Или, я не знаю, 35 мм? Конечно, будут. Ну, они работают и на полном кадре, и на кропе, и наоборот. Все работает одно с другим вообще без проблем. Чего нельзя делать? Это объективы с Canon EF-M. Как-либо адаптировать. Нет таких переходников, и их не будет на RF или EF. EF-M – это закрытая система, хотя по-прежнему годная. Но объективы EF-M, они сами по себе. Сюда их прицепить нельзя. Но Canon сейчас, в общем-то, это и делает, что они адаптируют EF-M в виде новых объективов, с новым байонетом. Но, по сути, все то же самое. Давайте посмотрим фотографии на Canon R10. Вот видно разрешение 24 мегапикселя. И с этим новым, в кавычках, новым объективом. Смотрите, 4-5 диафрагма. Во-первых, что у него с детализацией? По краям на открытой, здесь, по-моему, чуть-чуть из гриппа выпадает. Но, в общем-то, все равно видно, что детализация у объектива очень приличная. Хотя, на предыдущих видео-тестах было видно, что 40 мм 2.8, он прям звенящий резкий, безумно резкий. То есть, круче, чем этот кит. Ну и китовый объектив неплохой. Давайте посмотрим дальше. Я по ISO сейчас пройдусь. ИСА-400. Тени у Canon не самая сильная сторона. Но, тем не менее, на ИСА-400 они очень легко вытягиваются. Далее. ИСА-800. В теневых участках чуть-чуть виден шум, но не смертельно, не критично. Тянуть тени становится хуже, но наполовинку еще тянется. На мой взгляд, эта штуковина тянется лучше, чем Canon RP. Потому что на Canon RP, на ИСА-200, ну вот тут сейчас 400, вот так вот делаешь, и в тенях вообще просто жесть происходит. Ну, поехали дальше. ИСА-1600, которая для М50 уже нехорошая. Да и М6 Mark II тоже. Ну, здесь в теневых участках не очень тоже хорошо. Но мне кажется, что лучше, чем предыдущие камеры. То есть, шумы уже становятся заметными, но я бы 1600 еще назвал здесь рабочими. Хотя детализация уже падает. Давайте посмотрим. Вот смотрите, ради интереса на базовом ИСА-100, слева у нас фотографии, и справа 1600. То есть видно, что теряется контраст, черный становится серым, возникают шумы, чуть-чуть теряется детализация, ну, повышение ИСА сказывается на изображении, но не критично, не смертельно. То есть 1600, я считаю, что здесь рабочее значение. На 3200 шумов становится больше. Давайте посмотрим теневые участки. Вот здесь, что у нас с шумами происходит. Ну, как видите, ИСА-100 все чистенько-чистенько, ИСА-3200 нехорошо. Детализация падает, шум заметный. Вот смотрите еще здесь, на этой книжечке, видно, что оно уже такое шумненькое. Но 3200 я бы все равно назвал бы условно рабочим. Кстати, посмотрите, как все чисто на ИСА-100 и на ИСА-3200. Но это еще можно подавить. То есть мы вот сейчас сделаем вот такое вот движение. И, в общем-то, как видите, шумодав не на крайних, то есть на середине уже справляется с этой задачей довольно неплохо. То есть 3200 после обработки все равно рабочие. Я считаю, что эта камера является таки все-таки апгрейдом и по матрице относительно предыдущих кропов Canon в том числе. Смотрите, когда я накинул резкости и шумодава, уже это все, даже относительно базовых ИСО, выглядит довольно неплохо. Да, есть шумы в тенях, но детализация присутствует. Посмотрите по фильтрам. То есть я когда накинул резкости, оно даже выглядит более резким, чем на ИСА-100. То есть по большому счету даже ИСА-3200 у этой камеры рабочая. Если накинуть шумодав, получаете примерно то же самое, что и на базовом ИСО. Очень даже симпатично. Для общего развития посмотрим, что тут на ИСА-6400. ИСА-6400 картинка прям в тенях сильно деградирует, нехорошо происходит, хотя в светлых участках детализация еще как-то сохраняется. Но 6400 я бы не снимал на эту камеру, на 6400. Только в очень крайних ситуациях. И это уже, я считаю, условно не рабочая ИСА. Но все это очень условно относительно. То есть смотрите, хотя детализация в светлых участках еще сохраняется. На ИСА-12800 вот это уже совсем нехорошо. Тут уже картинка конкретно сыплется. Причем это происходит не только в темных участках, но и в средних, в тенях, в полутонах. То есть 12800 вот прям ай-яй-яй. 25600, беда, печаль. Ну, на общем плане еще как-то, но шумит просто не по-детски. Максимальный ИСА-32000. Это даже для веб-разрешения будет плохо. Что мне еще было интересно, как эта камера себя поведет относительно Fujifilm на фотографии. Ну, по ИСУ опять же. Fujifilm получилось так, что у меня проэкспонирован чуть-чуть выше. То есть у меня выдержка более длинная на Fujifilm получилось, что как бы немного нарушает ход нашего эксперимента. Но, тем не менее, давайте посмотрим. На мой взгляд, фокусное расстояние 1 мм разница. То, о чем я говорил, что у Fujifilm нельзя понять, какое там фокусное расстояние. По детализации, смотрите, кстати, вот смотрите, объектив от Canon 18-45 на 18 мм. По краям видно, что он лучше, чем мой Fujifilm. То есть Fujifilm не мыльный объектив. Ну, как для кита. То есть видно, что по краям мыло некоторые присутствуют. Но Canon-овский объектив прям вот, прям симпатичный из того, что я вижу на этих кадрах. Ну, по краям, по центру. Вот я сейчас перехожу к центру. По центру то же самое. И детализация то же самое. А что с шумами? Ну, до 1600 и там и там все хорошо. Давайте еще поднимем ISO. Смотрите, ISO 3200, пограничная ISO. У Fujifilm 26 мегапикселей, у Canon 24 мегапикселя. Стоит иметь в виду. И вот на ISO 3200, но из того, что я вижу, у Fuji детализация чуть-чуть выше. И, кстати, на видео я видел примерно то же самое, что на 2500, они похоже снимали. А вот на 5000 у Fuji резкость в тенях была лучше, у Canon больше каши проявляется в тенях. Если посмотреть на светлые участки, то, как ни странно, вот здесь вот у Canon лучшая история. Посмотрите, слева на витрине, как считаются надписи, фильтры, у Canon лучшая картинка. Вот здесь по детализации в ярких участках. При ISO 6400 картинка на Canon начинает сыпаться, но Fujifilm как-то оно, ну, как-то более мыльное, как ни странно. Если посмотреть в теневые участки, и там, и там сыпется, но у Canon детализация выше. Ахаха. Интересно. То есть у Fujifilm как бы оно заблюренное такое получается, с потерей детализации. У Canon больше шумов, но и больше резкости. Далее. Смотрите на ISO 25600. Снимать не стоит, но чисто ради интереса. Что мы видим? Canon сыпется больше. И там, и там все очень шумно, но обратите внимание, у Fujifilm контраст сохраняется гораздо лучше. Здесь, вот, если посмотреть верхнюю часть кадра, тоже Fujifilm не нравится больше на таком экстремальном значении. Но это если сравнивать очень плохое и просто плохое. То есть ни та, ни та картинка не является рабочей, но на ISO 25000, по моему мнению, Fujifilm победил. Если вернуться к ISO 3200, который является пограничным, я считаю, для кроп-камер, то у Canon, посмотрите, детализация выше. То есть видите здесь, как виден этот стабилизатор слева, и как справа он виден у Fujifilm. Давайте посмотрим по центру. У Canon, на мой взгляд, именно в тенях картинка чуть более замыленная. То есть Canon выигрывает в контрастных зонах светлых участках. Вот видно, что детализация выше, как сверху, так и снизу лучше. А вот в тенях, причём это видно как на 3200, как и на 25000 в тенях, у Fujifilm лучше контраст. Вот посмотрите на вот эту приблуду слева и справа, как она выглядит у Fujifilm. То есть в тенях Canon больше теряет детализацию, чем Fujifilm. Fujifilm именно в тенях имеет преимущество относительно Canon. При этом ещё один нюанс. Смотрите, здесь детализация плюс-минус похожая. Если мы перейдём в левую часть кадра, то видно, что у Canon картинка прям резкая, а Fujifilm как будто бы вне фокуса. То есть не то, чтобы из-за ISO, это больше похоже на то, что точка фокусировки смещена. Вот здесь, справа на Fujifilm. Но давайте поищем, а где же она тогда? Если мы переместимся вправо, смотрите, здесь Canon тоже резче, чем Fujifilm. Переместимся ещё в правее, допустим, кадра. И вот сюда посмотрим. И тоже резче. Тут мне уже кажется, что это разница в оптике. Дело не в ISO, а в том, что у Canon этот объектив имеет более равномерную резкость по всему кадру. Потому что тут видно, что это больше, я считаю, к объективу. То, что Fujifilm, видите, он откровенно мылит, а у Canon картинка здесь резкая. Оба они резкие по центру, и тот, и тот объектив. И там, где объективы ведут себя похоже по детализации, допустим, на лестнице, то вот лестница, то есть уже она тёмная, более теневые такие участки, у Fujifilm мне проработка нравится больше. Но, во всяком случае, что я хочу сказать, что это уже такие равные соперники. То есть нет такого, как раньше. Если сравнить с M50, то Fuji просто ложит его на лопатки по рабочим ISO, как на фото, так и на видео. То здесь я начинаю искать, а где же кто кого. То есть камера по матрице вот реально выросла относительно того, что было до этого. Ещё новая фишка, которую я заметил. Ну, мелочь, но вот сейчас я зайду в режим экономии энергии. Здесь появилась новая настройка затемнения экрана. По умолчанию она стояла, по-моему, 10 секунд. И когда камера не снимает, то у вас яркость экрана сильно падает. То есть у вас Canon превращается в Sony. То есть вы там нифига не видите. То есть настолько тусклым становится экран. Мне, честно говоря, эта функция вообще не понравилась. То есть это для экономии батареи. Но первое, что я бы сделал, приобретя такую камеру, это бы её отключил, чтобы экран всегда был ярким. Ну и отдельно, конечно, есть автоотключение экрана, автоотключение камеры. Но это именно затемнение экрана. То есть он теряет яркость. Показывает, но теряет яркость. И отключение ещё видоискателя. Отдельный пункт. То есть по части экономии энергии здесь он 4 пункта есть. Да, и в завершение ещё очень важно хочу сказать, что у этого объектива диаметр под светофильтры 49 мм. Это всё меняет. Ладно. Давайте перейдём к выводам. Мне камера на самом деле очень понравилась. Я уже озвучил по сути выводы в начале видео, но ещё раз хочу повторить. Камера лёгкая, компактная, очень удобно лежит в руках. Здесь есть всё, что нужно, для чего угодно. Отлично фотографирует, отлично снимает видео. Нет тех наворотов, которые есть в R7. Их я уже перечислил. Но без них можно отлично жить. То есть абсолютно рабочая штуковина. Существенных каких-то недостатков, препятствующих работе, я не определил. Я считаю, что это, ну, словно новая M50. Хотя и M50, ну, можно не по-прежнему снимать. Но видео здесь ощутимо лучше, чем M50. Для тех, кто хочет прям хорошее видео, и чтобы не париться, то есть чтобы не было много настроек, чтобы просто брать и снимать. Вот эта камера. То есть здесь для тех, кто хочет прям ковыряться, ковыряться здесь не с чем. То есть количество настроек по видео довольно ограничено, но это не ограничивает, скажем так, ваш творческий потенциал. Можно брать для чего угодно. Я рекомендую, мне очень понравилось. Хочу ещё сказать, что Canon путём введения резкого 4K видео уже полностью выровнялись с конкурентами. То есть сейчас говорить, что Sony или Fuji или Nikon в чём-то лучше по видео, ну, в этом сегменте, если брать, уже нельзя. Потому что здесь, ну, плюс к удобству Canon, к тому, что здесь полностью сенсорное управление, очень легко совсем настраивать. Она вот из коробки всё снимает. Не надо париться с балансом белого, с настройками автофокуса, как это у Fujifilm, с кривым управлением у Sony. Нет, всё на месте. И при этом у вас детализированная картинка. Грузите это, не знаю, на YouTube, смотрите на больших телеках, всё будет хорошо. В очень компактном корпусе, по адекватной цене. Вот такой вот сегодня продаван олегас. Что я могу ругать в этой камере? Вот это вот, вот это вот, объектив. Мне не нравится. Но, опять же, не проблема сюда поставить что угодно от Canon. Напомню, что у меня есть видосик про адаптеры, про переходники, где я отвечаю на все распространённые заблуждения. Ой, а адаптер заберёт светосилу, а адаптер там будет мешать снимать в 60 кадров в секунду. Там такую дичь люди в комментариях пишут. Всю эту дичь я писал в своём видосике про адаптеры и переходники для Canon. То есть автофокус не забирают, на функционал никак не влияют. Всё отлично работает. И камера тоже отличная. И всё это происходило в магазине Vice Photo. А, да, я вам напоследок покажу этот зонтище, зонтяру. Вы должны это увидеть. Мне, честно говоря, даже зонт, наверное, поразил больше. В общем, напоследок покажу вам зонт. На этом всем пока. Подписывайтесь на мой канал и, как всегда, заглядывайте в описание к этому видео. Я решил сделать селфи с этим зонтом. Его диаметр то ли метр восемьдесят. Сколько? 165. Ощущается, как два метра. Это серебристый зонт на отражении. Сюда ещё можно прицепить ткань, чтобы сделать из него практически софтбокс гигантский. В общем, всё это видео я на себя осветил вот этой вот штуковиной, которая по-прежнему меня поражает. Вещь. Просто вещь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok